Парламентские выборы в Израиле все больше походят на хрестоматийный русский бунт в смысле их бессмысленности и беспощадности. Напомним, что это уже третий подряд досрочные выборы на земле обетованной, причиной чему неспособность израильских политиков создать правящую коалицию в Кнессете. Хоть большинства, что традиционно, хоть меньшинства, что допустимо. Разумеется, неспособность израильских политиков договориться между собой, особенно в условиях внешнеполитической нестабильности, несколько противоречит отдельным нашим стереотипам. Но, с другой стороны, оказывается, что у наших политиков с израильскими немало общего. Например, непреодолимость силы личных обид, принцип цель оправдывает средства, отношение к электорату как к одноразовому народу. Ну и элементарная дихотомия для нынешнего премьера Нетаньяху. Либо остаться в должности, либо отправиться на нары лет на 5-10, что предполагает обведение в коррупции в его адрес. Впрочем, по нашим меркам премьеру инкриминируют разные мелочи. Так он якобы договорился с издателем национальной ежедневной газеты «Едиот-охранот», чтобы та освещала деятельность правительства в позитивном ключе, в обмен на давление на конкурентов газет. Во втором случае премьера Нетаньяху подозревают в получении подарков на сумму не менее миллиона шекелей, почти 300 тысяч долларов, от голливудского магната и продюсера Арнона Милчила. При этом оппоненты Нетаньяху впадают в какую-то местечковую мелочность, ибо значительная часть подарков – элитные сигары и шампанское, что якобы было платой Милчина за помощь в получении американской визы. Хочу напомнить, что Арнон Милчин выступал продюсером 130 голливудских фильмов, в числе которых легендарные «Однажды в Америке», «Адвокат дьявола», «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая», «Играм на понижение», «Выживший». При его доходах подарки Нетаньяху не выглядят столь уж дорогими. Впрочем, следователи утверждают, что после получения подарков Нетаньяху стал активно продвигать так называемый закон Милчина, который на 10 лет освобождал бы от уплаты налогов израильтян, вернувшихся на родину из-за границы. Кроме того, полиция также подозревает премьера в мошенничестве и нарушении своих обязательств в деле с австралийским миллиардером Джеймсом Пекером, который также дарил подарки премьер-министру и его жене Саре в обмен на некие услуги. Как бы то ни было, в перерывах между заседаниями Кабмина и предвыборной агитацией Нетаньяху сходил на допросы уже с десяток раз. Опросы общественного мнения показали, что буквально накануне выборов в Кнессет возможный расклад мандатов после третьих досрочных выборов практически не отличается от актуального после вторых досрочных, что создает угрозу четвертых выборов. В 120-местном Кнессете оппозиционный блок Кахоль-Лаван может получить 35 мандатов вместо нынешних 33, а Ликут-Нетаньяху 33 мандата вместо 31. Пока что нерукоподаваемый в среде основных израильских партий объединенный арабский список сохраняет третье место и 13 мандатов. Далее в диапазоне от 7 до 9 мандатов находятся более мелкие партии, из которых левые готовы к объединению с Кахоль-Лаван, а праворелигиозные – с Ликутом. По итогу праворелигиозные партии во главе с Ликут могут вновь претендовать на 56 мандатов, а левоцентристы и левые сионисты во главе с Кахоль-Лаван – на 44 мандата. Впрочем, здесь имеются нюансы. Во-первых, среди противников Нетаньяху, в числе которых не только израильские, но и американские политики из числа демократов и сарасят, существует настолько высокий запрос на его смещение, что рассматривается даже союз и так весьма пестрого, условно-левого блока с объединенным арабским списком. Предполагается, что при определенных условиях депутаты от этого списка поддержат создание правительства во главе с лидером Кахоль-Лаван Бенни Гансом, но сами в него не войдут. И это недосужие домыслы. Во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным после предыдущих выборов лидеры объединенного арабского списка заявили о теоретической возможности такого альянса. Однако, даже вместе с арабами Кахоль-Лаван и левые имеют максимум 57 мандатов при необходимых 61, не говоря о том, что несколько депутатов от арабского списка могут отказаться голосовать за премьера от Кахоль-Лаван. Во-вторых, в несколько странном положении оказался Авикдор Либерман с его партией «Наш Дом Израиль», во многом ориентированный на постсоветских и восточноевропейских переселенцев так называемую «большую алию». НДИ, скорее всего, получит 7-8 мандатов, сейчас 8, но теоретическое обладание «золотой акцией» пока никак не материализуется в создании коалиции. Дело в том, что «Наш Дом Израиль» выступает за обязательную, а не добровольную военную службу для учащихся религиозных школ, что уже привело к конфликту с религиозными партиями, союзными Ликуду. С другой стороны, НДИ жестко поддерживает принцип национального еврейского характера государства Израиль, против чего выступают левые партии, поддерживающие Кахоль-Лаван. И, в-третьих, нельзя отбрасывать возможность создания большой коалиции между Ликудом и Кахоль-Лаваном, тем более, что оба лидера и пример Нетаньяху и его потенциальный сменщик Ганс вместе ездили к Дональду Трампу на представление президентом США сделки века по примирению Израиля и Палестины. Однако, основные партии все еще надеются переломить патовую электоральную ситуацию, применяя неординарные ходы. Лидер Кахоль-Лаван Бенни Ганс в попытке отколоть голоса от Наш Дом Израиль обратился к русскоязычным избирателям в Тель-Авиве со словами «Добрый вечер», правда, признавшись, что тренировал эту фразу пару часов. Его соратник Ейр Лапид пошел еще дальше. «Добрый вечер, кто тут говорит по-русски?» Ввиду отсутствия языковых инспекторов, встреча прошла без конфликта. Однако, Нетаньяху, похоже, превзошел своих конкурентов, начав агитационную кампанию, направленную на арабское население. Видео показывает, как арабские депутаты пьют кофе, играют в шахматы, покупают продукты. Текст на арабском языке гласит, что сделал объединенный список – ничего, пока правительство Ликуда не выделило 15 миллиардов шекелей на развитие арабских территорий, строительство 18 полицейских участков, удвоение числа арабских студентов в израильских университетах и интеграции арабских рабочих в мире. Впрочем, лидер объединенного арабского списка Айман-Удэ не стал лезть за словом «в карман» заявил. Есть только один политик, который собирается получить много свободного времени для игры в нарды, и это подсудимый Беньямин Нетаньяху. Премьер-министр также дал интервью крупнейшему израильскому интернет-сайту на арабском языке «Панет», где пытался разъяснить выгоду арабского населения от сделки века, предложенной Трампом. Ну, а для базового правоконсервативного электората предвыборный штаб Ликуда выпустил листовку с историческим снимком водружения нарисованного чернилами израильского флага над взятым штурмом 10 марта 1949 года Эйлатом. И здесь произошел очередной из многих скандалов данной избирательной кампании, который, возможно, разрушит некоторые шаблоны и стереотипы в отношении Израиля. На вполне реального исторического персонажа Авраама Адана, командира батальона ворвавшегося в Эйлат, пропагандисты Ликуда в фотошопе напялили вязаную кипу – символ религиозного сионизма. Внук бывшего израильского комбата Омри Дор разместил в соцсетях возмущенный пост по этому поводу. Цитата. «Ликуд использовал историческое фото и приклеил моему деду кипу на голову. Всю жизнь мой дед голосовал за Аводу и Мерец. Ликуд решил продемонстрировать, как он гордится религиозными сионистами. Но подходящей фотографии в архиве не нашлось. Что же делать? Взяли легендарный снимок с чернильным флагом, на котором изображены бойцы-кибудсники, состоявшие ранее в Палмахе, и голосовавшие всю жизнь за левые партии. Им добавили кипы в фоторедакторе. «Мой дед, водрузивший флаг над Эйлатом, наверняка переворачивается от смеха в могиле». И хотя из одной этой реплики картина становится вполне ясной, однако на самом деле контекст всей этой истории намного глубже. Во-первых, внук героя Первой арабо-израильской войны скромно умалчивает, что его дед изначально поддерживал предшественника лево-сионистской партии Мерец, марксиско-леденскую Мапаму, первую партию Израиля, от которой в Кнессет прошел арабский депутат. Во-вторых, упомянутый выше Палмах, что является акронимом от словосочетания «ударные роты», объединявший социалистов-сионистов, в ходе операции «Сезон» в конце 1944-го, в начале 1945-го года, разгромил отряды Иргун ультрасионистов во главе с Минахином Бегиным, будущим премьер-министром Израиля, стоявших у истоков создания блока Ликут в 1973-м году и сформировавшим в 1977-м году первое правое несоциалистическое правительство Израиля. Вот так, неисповедимы пути героев и их головных уборов на земле обетованной. Более глубоко обсудить ситуацию с очередными, внеочередными парламентскими выборами в Израиле, мы сможем благодаря директору Украинско-Израильского института стратегических исследований имени Голды Мейер Альберту Фельдману. Альберт, мы видим несколько странную ситуацию. В каком смысле? Фактически, электоральная картина одна и та же. Даже откровенно, ну, читая аналитику израильскую, рассуждают их эксперты о борьбе за один, два, и даже называют такие-то как полтора мандата, видимо, подразумевая какие-то особенности перераспределения голосов. Ну, смысл? Не проще ли договориться? Тем более, мы знаем, что как минимум две или три даже больших коалиции, когда противостоящие, с одной стороны, Ликут, с другой, когда-то, Авода, потом, ну, другие левые партии договаривались и создавали правительство. Первые два года один лидер, пример, вторые два года другой лидер. Тут дело в том, что особенности политической системы Израиля таковы, что общество разделилось практически пополам на две составляющие, внутри которых есть, как матрешка, свои идеи, свои, как бы, направляющие. И тут самое главное, о чем нужно говорить, это о том, почему вот не может объединиться коалиция. Потому что как раз все может привести к тому, что такая коалиция должна была сложиться еще после первых выборов. Но и после первых выборов она не сложилась, а это уже, напоминаю нашим телезрителям, третьи выборы в этом году, которые, опять же, ни к чему, скорее всего, не приведут, как вы правильно отметили. И это связано в первую очередь с тем, что внутри правого лагеря, который по всей вероятности имеет очевидное большинство, сложилась удивительная коалиция антирелигиозных и прорелигиозных сил. И антирелигиозные силы, то есть те, которые выступают резко против ультраортодоксов израильских, то есть вот этих самых людей, которые пытаются привести Израиль к такому жесткому иудеоориентированному государству. А как мы знаем, русскоязычные, например, избиратели, русскоязычные граждане Израиля, они довольно антиклирикальные, антирелигиозные. И, исходя из этого, у них есть большое желание поставить на место вот этих самых религиозных, их нельзя назвать даже, ну, как прочется слово одно, которое я не хочу произносить, но вот этих представителей религиозных партий, которые исповедуют правую, так же, как и русскоязычные израильтяне, правую идеологию, внутри них существует, между ними существует жесткий конфликт. И вот поэтому, если бы мы сейчас взяли и сложили просто правых, ультраправых и религиозных избирателей, у них было бы четкое большинство. И это четкое большинство привело бы к тому, что, как это на протяжении уже последних 15 лет происходит, такой социально левый блок, он не социалистический, он социально ориентированный и одновременно левый, потому что, на самом деле, левая идеология, та, которая призывала к миру, она находится в состоянии, ну, очень миноритарном, да, то есть это буквально отдельные, там, 10-12 мандатов. И вот в итоге так получается, что от этого правого блока откололась группа, которая в основном представлена партией «Наш дом Израиля», Виктор Либерман, выходец из Молдовы, вокруг которого группируются русскоязычные израильтяне, антиклирикальные, антиклирикально настроенные, и часть умеренно и среднеправых ивритноязычных израильтян. И вот именно этот пакет голосов, именно этот блок, 8 или 7 мандатов, или, может быть, 9 мандатов у него будет, является определяющим. А он жестко настаивает на правительстве национального единства, подразумевая при этом, что правительство национального единства должен возглавить лидер, который получает большинство. Сейчас ситуация еще более осложнилась, на самом деле, на этих выборах, потому что опросы показывают равное количество голосов между Кахоль-Лаван и Ликудом, то есть между двумя противоборствующими крупными партиями. Поэтому ситуация окончательно запуталась, и абсолютно очевидно, что либо будут четвертые выборы, либо будет правительство национального единства, и правительство национального единства, в нем нужно решить только один вопрос, кто будет премьер-министром. Это будет Бенни Ганс, лидер Кахоль-Лаван, или это будет Бибини Таньягу, Бенемини Таньягу, против которого есть очень серьезные проблемы, связанные с его уголовным преследованием, о чем вы также говорили, и который истерично абсолютно цепляется за власть. Альберт, для меня несколько вопросов непонятен. Я понимаю, что правые могут быть разными, правые могут выступать за разные формы национальной идентичности и государства, но всегда правые, которым мы привыкли в мире, они всегда... У них есть четкий ответ, кто должен Родину защищать. Ну, то есть, вот мы и будем Родину защищать обычно. Вот эти ультрарелигиозные группы выступают против того, чтобы учащиеся, а это молодые, здоровые люди, чтобы учащиеся религиозных школ служили в армии. Добровольно, да, но без обязательного порядка. Так какую вы идентичность тогда отстаиваете, ну, если вокруг, скажем так, может, не все враги, но не доброжелателей, мягко говоря, хватает. На границе с Сирией фактически идет война, и там есть силы враждебные, в том числе, Израилю. В чем здесь государствообразующая идея? Не служить в армии. Вы понимаете, Израиль – это секторальное общество. И для большинства сначала собственный сектор, религиозный, русскоязычный, или израильские арабы, или светские израильтяне, а потом уже государство. Так сложилось, так исторически сложилось. И поэтому ультраортодоксы, они отстаивают в первую очередь право своего сектора на существование внутри Израиля. Точно так же делают арабы, и примерно так же, они просто гораздо более разрознены, делают русскоязычные израильтяне. В тот момент, когда учащийся Ишивы не идет в Ишивы, а призывается в армию, есть очень большой шанс для сектора его потерять. Он в итоге станет светским израильтянином. Ну, есть такая вероятность. Может и не стать, но есть очень высокая вероятность, что он захочет учиться дальше, остаться в армии, создать семью, не совсем так, как это принято у ультраортодоксов. И в итоге община, сектор ультраортодоксов будет уменьшаться. Извините, хотел бы простить. А во время отпуска в армии на танцы начнет ходить? Например, да. С менее религиозными, да. А дальше это перейдет. А дальше, понятно. Ну, вот, собственно, это и основная угроза. То есть очень важно удержать внутри своего, собственно, самопостроенного гетто ультраортодоксального молодого человека. Ну, тогда, посмотрите, тогда, скажем, ну, не вмешиваясь абсолютно, как там они, как-то оттуда виднее им, но тогда есть логика Авикдора Либермана и нашего дома Израиля, которые говорят, так как вы хотите, чтобы мы за вас защищали то государство, которое вы видите, а мы его видим несколько иначе. Ну, понимаете, израильский сектор, который считается религиозным и ультрарелигиозным, он никогда этого особо не стеснялся. Он говорил, создано государство, оно является еврейским по сути, но религиозно оно не еврейское. Мы в нем живем, как в обычном государстве. Оно не создано по законам Торы, его не создал Господь, его создали люди. Поэтому мы в нем просто живем. Вы сюда пришли, вы создали здесь еврейское государство, которое назвали Израилем, дайте нам возможность жить в нем так же, как мы жили бы в другом любом светском государстве. Подводя итоги, я хочу сказать, что приходит на ум фразу, ее приписывает Голдемер, что я здесь имею дело не со 120 депутатами Кнеста, а со 120 кандидатами в премьер. Так и есть. Это не меняется, кстати. И это не меняется. Ну, хоть что-то должно быть стабильное на земле обетованной. Благодарю вас за комментарии. Это был Альберт Фельдман, основатель Украинско-Израильского института стратегических исследований имени Голдемер. Украинско-Израильского института стратегического 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 инстит